Всем большой привет! Меня зовут Наталья. Сегодня я вам покажу пустые баночки за январь. Давайте, как всегда, по традиции, начнем с волос. У меня закончился шампунь с макадамией и маринги с экстрактом кокоса для сухих, поврежденных и секущихся волос от компании Комплимент. Был большой объем, 380 мл. Но удобно, чтобы был помпа-дозатор. Так как сам шампунь был средней консистенции, ближе густой, то вот как раз дозатор был как нельзя кстати. Обычный проходной шампунь, в принципе, работающий. Волосы неплохо промывал. Единственное, мне не совсем нравилась его одушка. По мне, она больше была мужская. Такой средний шампунь. Долго он у меня был в использовании. Чередовала его с другими шампунями. Несмотря на то, что здесь написано для сухих, поврежденных, секущихся волос, он мне немножко волосы подсушивал. Если я постоянно пользовалась им, поэтому я его чередовала с другими шампунями. И к нему в пару у меня был точно такой же бальзам-кондиционер. Только здесь уже было масло кокоса и по басу. Объем 260 мл. Тоже с помпой-дозатором. Бальзам-кондиционер неплохо работал. Неплохо смягчал, разглаживал волосы. По аромату был практически такой же. В принципе, познакомилась и ладно, но повторять, конечно, не буду. У супруга закончился Тимотей Мэн. Объем и сила для всех типов волос. Ледяная мята. Нам аромат очень понравился. Такой бодрящий, мужской, свежий. Надолго хватило. Здесь объем 385 мл. Покупала я его в магазине Фикс Прайс. Также для волос у меня закончился лак от компании Шварцкоп Тафт. Это была лимитированная коллекция Шик Парижа. Стойкий контроль. Мега фиксация пятерка. Довольно легкое было, такое тонкое распыление. Не фиксировал железобетонные волосы. Можно было расческой где-то что-то подчесать, удалить. В общем, хороший лак. Надолго хватило. Я не так часто пользуюсь лаками, но тем не менее, я им осталась довольна. Закончился гель для душа от компании Палмолив. Шоколадная страсть. Вообще написано, что это масло для тела. Оно было очень-очень густой, кремовой консистенцией, плотное. С невероятным ароматом шоколада, молочного шоколада. Такого немного с нотками сливочности. Такой обволакивающий, согревающий. Очень хорошо пенился. Прекрасно кожу очищал, не сушил. Невероятно теплый, согревающий аромат. Сейчас на зимний период, как нельзя кстати. Он мне очень понравился. Был настолько густой, что под конец я уже, даже не то, что под конец, а чуть меньше половины было. Я уже его вот таким образом приспосабливала, чтобы все до последней капельки использовать. Очень понравился. Потрясающий. Я люблю компанию Паломолив, гели для душа. У них это просто моя страсть. У супруга закончился продукт от компании Avon. Не так давно нам дарили. Это шампунь-гель для душа. Какая-то коллекция Wild Country Rush. Стандартный 250 мл. Точно такая же туалетная вода еще была. Но вот она пока в использовании. А с гелем мы попрощались. Обычный, стандартный, мужской. Также закончилась у супруга пена для бритья от компании Arco Man. Защита от раздражений. Такая интересная расцветка камуфляжная. Здесь 200 мл. Неплохая пена. Хорошая, пушистая. Супруг остался доволен. У меня закончилась ванна красоты. Водорослевая. Выравнивает рельеф кожи. Ускоряет обменный процесс. Это все, конечно, хорошо написано. Но, девочки, в высотой ванной я полностью расслабляюсь. Это такой жидкий концентрат, который нужно выливать под струю воды. Он тут же растворяется в ванне. Ванна окрашивается в такой изумрудный цвет. Немного появляется пена. Ну и, конечно, потрясающий аромат. Я в этой ванне где-то минут 15 нахожусь. Потом смываю. Мне очень нравятся действия. Я расслабляюсь, отдыхаю. После напряженной рабочей недели себе устраиваю такие расслабляющие сеансы. Если делать хотя бы раз-два в неделю на протяжении месяца, вы заметите результат. Я очень довольна этими ваннами. Я вам уже показывала, что в покупках января закупилась этими ваннами. И теперь с удовольствием буду продолжать свой сеанс. Также у меня закончилось средство от компании Сфолио. Это корейский бренд. Увлажняющий лосьон для тела. С куэндимом Q10. Это нечто потрясающее, что было в моей косметической жизни. Наверное, самый лучший лосьон, который у меня был. Его текстура, его аромат, форма подачи. Здесь все было для меня безупречно. Во-первых, его большой объем. 500 мл. Хватило очень надолго. Во-вторых, его красивый желтый цвет. Удобная мягкая помпа. Мне хватало одного нажатия до конца, чтобы полностью распределить на все тело. У него текстура мягкая, нежная. Такая, как, знаете, легкий лосьон, но с хорошим увлажняющим послевкусием. Не липкий, не жирный. Быстро впитывается. Мгновенно кожу увлажняет. Беспроблемный. Очень-очень мне понравился. Покупала его когда-то в подружке. В общем, я бы с удовольствием повторила. Конечно, хватило его очень надолго. Я, наверное, месяца 8-9 его использовала. Брала. Потом месяц-два пользовалась. Он мне надоедал. Я его откладывала. Но, тем не менее, я за свою цену, он мне обошелся рублей в 400. Это просто великолепный продукт. Также из подружки у меня закончилась мыло жидкое от компании LPK с антибактериальным эффектом, с экстрактом ромашки. Естественный уровень PH. Вот такая здесь интересная барашка. Замечательная. Что касается мыла, перелила его в емкость с помпой дозатора. Мы с удовольствием его использовали. Руки не сушила. Оно было гелевое. Очень быстро ушло. И даже говорить про него не буду. Для тела также у меня закончился скраб, очищающий, медовый детокс, каштановый мед, соль и сок лайма. Объем 155 мл. Это фитокосметик, народные рецепты. Очень мне он понравился. Он такого желтого цвета был. Он довольно густой. Хорошо разносился. Хорошо работал на теле. Аромат у него приятный. Такой медово-соленый. По всем параметрам цена, качество, восприятие, отдушка. Он мне понравился. Поэтому периодически я вот такие баночки в магазине фикс прайс беру. Разные. И пользуюсь. Давайте покажу вам кремы для рук. У меня закончился крем от компании Корейской Эпокс. С такой очаровательной ведьмочкой. Это был крем парфюмированный с белым хлопком. Мгновенно устраняет шелушение, защищает от обветривания и воздействия других факторов. В том числе мороза, сухого воздуха и так далее. Ну сказать, что он прям какой-то сверхъестественный. Нет. Обычный, хороший, рабочий крем для рук. Я его использовала на ночное время. Таким хорошим слоем намазывала. Давала впитываться. И с таким ощущением немного крема на руках ложилась спать. С утра вставала. Ручки нежные, смягченные, увлажненные. Аромат у него действительно приятный. Их в линейке, я знаю, есть несколько. Но вот я выбрала такую нежно-голубую расцветку. Объем у него был 100 мл. Очень хороший крем. Я так думаю, что и на подарок можно его кому-нибудь будет презентовать. Такая форма подачи интересная. Хороший крем. Пойдет. Что не могу сказать о двух просто ужасных товарищах, которые у меня были. Это компания Ауру. Буду их ругать. Да, они, конечно, бюджетные. Мне они обошлись в 47 рублей. Но они вообще никакие. Просто никакие. Надо было их вообще оставить в магазине и не брать. Несмотря на их красивую упаковку. У меня был пюркатон, ночной крем для рук. Глубокий уход. И был восстанавливающий с маслом ши. Абсолютно одинаковый. По душке, по текстуре. Они просто пустые. Вот их нанес и все. И через минуту думаешь, а был ли крем? Что-то ты вообще наносила или нет? Вот таким образом они просто бестолково ушли. И даже эти 47 рублей они не стоят. Лучше бы они стоили 100 рублей. Но были бы качественными и хорошими. В общем, нет. Я разочаровалась. И компанию Ауру брать больше не буду. У меня закончился ополаскиватель для полости рта от компании Клац. Хелси. Целебные травы. Такого было зеленоватого цвета. Он мне понравился. У него и одушка приятная. Он мне сжет полость рта. Хорошо освежает. Приятный по вкусу. Мне его хватает где-то на месяц, на полтора. В общем, я им довольна. Могу его посоветовать. Сама тоже буду повторять. Такой приятный. Я крайне возмущена и разочарована вот этой зубной пастой от компании Калгей Тотал 12. Витаминный заряд. Я ее покупала осенью. Фактически сразу поставила в использование. Возлагала на нее надежду. Это какая-то новинка. Здесь так все прям красиво расписано. 100 миллилитров. Красивая такая упаковка. Прям ну загляденье. Просто как не купить. Но по факту оказалась она еще той ерундой. Во-первых, не понравилось то, что она очень жидкая. Сейчас я вам покажу. Открою. Это безобразие. Вот видите, она стояла и постоянно вытекала из упаковки. И мне приходилось каждый раз вот это все вычищать, убирать. То есть я затрачила свое время. Иначе было такое налипание некрасивое. Просто она вся вытекает. Это во-первых. Во-вторых, качество. Она хорошо пенится, но абсолютно не очищает и не освежает полость рта. Но очищение какое-то есть поверхностное. Но нету, понимаете, ощущения того, что вы почистили зубы. Ни на утреннее использование, ни на вечернее. Ни на какого я бы эту пасту не посоветовала. Я добивала ее из последних сил. Наверное, месяца три мучилась просто. Думаю, ну не выброси все-таки колгейт. Все-таки там она денег стоит. Надо как-то уже ее извести. Кое-как я ее закончила. Ну, это, конечно, разочарование. Я колгейт очень люблю. Но вот этот Total 12 витаминный заряд, это нечто, конечно. Так безобразно себя вести, это надо еще постараться. Также закончилась паста Localute Active, профилактическая. Заметно укрепляет десны с первого применения. Благодаря вяжущему эффекту. Защищает от кровоточивости, парагонтоза и кариеса. Мы с супругом пользуемся этой пастой. Чередую ее с другими курсами. Две недели пользуемся, две недели отдыхаем. Таким образом нам хватает ее надолго. Она содержит фтор 75 мл. Такая обычная белая зубная паста, ничем не примечательная. Но она, видите, больше идет лечебная. Вместе с Sense 1, вместе с другими лечебными пастами мы проходим такой курс. Давайте перейдем к уходу за лицом. У меня закончились три малышки от компании Урьяш. Давайте, наверное, вам вот так их покажу. Они все такие красивые, маленькие. У них был объем 8 мл у каждой. Это аптечная компания, разные линейки. Сиак, Ксимоз. Это дерматологические гели для лица, для любого типа кожи. Подходит для чувствительной кожи. В белой упаковке из линейки Ксимоз. Он был кремовый, как молочко. Такое, как легкая эмульсия. Два остальных были прозрачные, гелевые. Очень мягкий, сбалансированный PH. Без мыла, без парабенов, без силиконов. Так средние мылились. Но, тем не менее, попались. Каждого мне хватило, наверное, на неделю использования. Я их использовала с утра. Были и были. Также у меня закончился тоник от компании Нивея. Aqua Sensation. Это увлажняющий тоник с аквапаринами. Для глубокого очищения и увлажнения кожи. Здесь был объем 200 мл. Осталось совсем чуть-чуть. Но, может быть, раза на 2-3. Я вот буквально сегодня-завтра использую. И уже выкину такую большую банку, чтобы не хранить. Тоник хороший. Мне очень понравился. Действительно, очищает кожу, увлажняет. Не оставляет пленки. Обладает очень легким, косметическим, ненавязчивым ароматом. Очень хороший, рабочий тоник. Хватает его надолго. Мне хватило его месяца на 2,5 при регулярном использовании. Но он у меня был не один. Поэтому так это все растянулось. Очень хороший тоник. Могу вам его посоветовать. Еще один тоник закончился от компании Organic Zone. Detox серия. Это гиалуроновый тоник для лица с алоэ верой и глицерином. Без парабенов, минеральных масел. Это было мое первое знакомство с компанией Organic Zone. Я боялась, чтобы он не вызвал никаких аллергических реакций. Но ничего такого не было. Единственное, его аромат. Как по мне, это была мокрая пыль. Такой вот аромат специфический. Но здесь очень хороший состав. Есть гель алоэ вера, растительный глицерин, сахарозы и так далее. Хотя содержит бензиловый спирт. Ну да ладно. Я, честно говоря, небольшой знаток в составе. Больше опираюсь на свои личные ощущения. Объем был 110 мл. Очень небольшой. Закончился он у меня в течение месяца. В принципе, я стала всем довольна. И, возможно, буду дальше продолжать знакомиться с этой маркой. Что касается сыворотки. У меня закончилась моя любимая фитокосметика. Beauty Visage. Сыворотка антистресс. Для лица и кожи вокруг глаз. Омоложение и сияние. С витамином С. Стеклянная упаковка с пипеткой. Я считаю, что это очень хорошее качество. За столь бюджетную цену. Их всего в линейке было 3. Две были увлажняющие у меня. Такие голубенькие. Сейчас я использовала с витамином С. И еще у меня в запасах с ретинолом. В ближайшее время тоже поставлю. Шикарные сыворотки. Не липкие. Быстро впитываются. Хорошо кожу увлажняют. Я использую их на утреннее применение. На дневное. Не конфликтуют с дальнейшим уходом. Хорошо себя ведут под макияжем. Не скатываются. В общем, отличные качественные бюджетные сыворотки. И просто их использовать одно удовольствие. Так как всегда мы уже не помещаемся. Давайте немножко отъедем. Я вам покажу. У меня, девочки, в этом месяце закончилось очень много всего для лица. Вот сыворотка закончилась. Потом закончился крем для зоны вокруг глаз. От компании Планета Органика. В поисках рецептов красоты. Это у нас лифтинг маска для контура глаз. Ароматная. Моментально подтягивает кожу. Расслабляет, сокращает морщинки. Органическое масло Марулы. Органический мед. И Омега-6. Здесь был объем 15 мл. Вот такая информация. Они содержат парабенов, пегов. В общем, мне эта маска очень-очень понравилась. Как я ее использовала? Я ее наносила с утра. Держала в дверце холодильника. Такую малышку-малютку. С утра на очищенную кожу лица. Под глаза наносила таким легким, тонким слоем. Знаете, как патч. Так прям хорошо наносила. Буквально 5-8 минут. Практически в ноль эта маска у меня впитывалась. Все. Остаточки я смывала. Либо тоником убирала. И вот, наверное, раза 3 в неделю я таким образом ее использовала. Когда-то патчами пользовалась. Когда-то этой маской. Она кремогелевая. Больше кремовая. Очень нежная. Очень мягкая. Вот когда ее смываешь, когда ее убираешь, то кожа прям бархатная, нежная. Увлажненная, напитанная. Великолепная маска. Я ей очень довольна. Буду, скорее всего, ее повторять. Также у меня закончился крем для зоны вокруг глаз. Я им пользовалась, наверное, месяцев 5. Это корейская компания 3W Clinique. Так как он правильно называется. Увлажняющий крем с нежной текстурой. Оказывает активное восстанавливающее действие. Разглаживает мелкие морщинки. Повышает упругость, эластичность, выравнивает и так далее, и так далее. Он у нас идет с экстрактом черного жемчуга и комплексом минеральных витаминов. Ну, в общем, крем в большом объеме аж 40 мл. Я им очень-очень долго пользовалась. Но я его использовала не только на зону вокруг глаз. Я использовала на межбровку, использовала на область вокруг рта. Тоже использовала как маска. То есть вечером наносила более плотным слоем. Хороший крем. У него такой очень удобный носик. Небольшой. Крем имеет довольно плотную текстуру. Но, несмотря на это, очень быстро впитывается, усаживается. После себя такое оставляет легкое, увлажняющее, пролонгированное действие. Очень мне понравилось. Я пользовалась практически только им. На утро у меня был другой крем. А вот вечером, каждый день практически я им пользовалась. Я осталась очень довольна этой линейкой. Могу вам посоветовать. Так, давайте, наверное, вот сюда его уберу. Немножко подальше. И вам покажу патчи, которые у меня закончились. Это компания Натура Сиберика. Гидрогелевые патчи из линейки ЛАП. Они у нас идут с витамином С и альфа-арбутином. 60 штук, сияние и тонус. Прекрасные бюджетные патчи. Я их покупала за 199 рублей в Магнит Косметик. Когда-то была невиданная щедрость. Я запаслась. Наверное, штук 6 купила разных видов. И вот теперь с большим удовольствием ими пользуюсь. У них у всех срок годности великолепный. Поэтому они могут полежать. Ничего не случится. Они были такого бледно-розового цвета. Как уже говорила много раз, я их держу в дверь со холодильника. Почему? Потому что дополнительно охлаждающий эффект. Они дают, помимо того, что они увлажняют, немного подтягивают, осветляют зону, так еще и охлаждают, дают тонус. Мне нравится. Я так уже привыкла. Иногда использую патчи. Иногда использовала вот эту маску чередую. Мне нравится эффект. Таким образом, я свою кожу подготавливаю к нанесению макияжа и к последующему рабочему дню. Еще у меня патчи закончились от Фитокосметик Бьюти Визаж. Линейка Айс Бэйби. Гидрогелевый. С масломятой и гиалуроновой кислотой. Здесь было 10 штук. На 5 раз мне хватило. Они были такого красивого цвета, голубого. Здесь у нас была еще заглушка, чтобы они, когда вы пользуетесь, не вытекли у вас. Вот такая вот, видите, заглушечка. То есть, все продумано. Хорошие, потрясающие патчи. Они мне понравились своим действием. Они разглаживают, освежают, увлажняют. Помимо всего прочего, они никуда с вас не сваливаются, не спадают. То есть, как вы их приложили, таким на том месте они остаются. Очень комфортные патчи. Я осталась ими довольна. Еще одни патчи у меня были от компании Пайо. Попадались мне в наборе, который я покупала в Золотом Яблоке. Эти патчи на меня произвели неоднозначное впечатление. Они были очень толстые, мало пропитанные. И практически ничего мне не дали. Они были не такие большие, немножечко короткие, толстенькие сами по себе. И как бы я с ними посидела-посидела, ничего вообще не поняла. Стоят они очень небюджетно. Как бы вот лучше вот эти купить. Там за 80 рублей 5 пар. И будет вам счастье. Как бы вот от Пайо я, к сожалению, патчи не поняла. Может быть это не их конек, не знаю. Также у меня закончился крем для лица. Представляете, сколько всего закончилось. Вот мы с вами будем выбирать в последующем видео уход на февраль. Много-много всего интересного. Это был у меня крем от корейской компании Патч Холик. С экстрактом Центеллы Азиатской. Успокаивающий крем. Для чувствительной кожи. Мгновенно снимает раздражение, красноту. Восполняет недостатки влаги. Безопасная формула состоит на 54% из натуральных экстрактов листьев Центеллы с Мадагаскара. И так далее. Мне понравилось, что этот крем хорошо кожу восстанавливает. В холодный зимний период, когда то дождь на улице, то мокрый снег, то ветер обжигающий. Я приходила, использовала вечером этот крем. Добила его буквально до последней крошечки. Он мне очень понравился. Хорошо кожу восстанавливает, защищает, напитывает. У него такой легкий, приятный растительный аромат. У него довольно насыщенная текстура. Но легко и быстро распределяется. Быстро впитывается. Особенно под хорошую сыворотку. То прям вот вам лицо просто скажет спасибо. Очень классный крем. Я им осталась довольна. Большие надежды я возлагала на маску от компании Виши. Минерал 89. Это маска для интенсивного увлажнения и укрепления барьеров кожи. С вулканической термальной водой. С гиалуроновой кислотой двух видов. Я эту маску использовала не так, как сказал производитель. Я достала салфетку сухую. Я вылила сыворотку в специальную емкость. И таким образом использовала. Остатки сыворотки использовала потом еще в течение 4 дней отдельно. Ничего мне эта маска не дала. Не увлажнение. Она очень-очень жидкая. Сама по текстуре после себя оставляла липкость. И липкость после тканевой маски. И просто когда я отдельно сыворотку использовала, абсолютно я не поняла эту маску. Сама по себе ткань была неудобная. Очень узкая. Глаза были узкие. Все какое-то было, знаете, в кучку собрано. Поэтому хорошо, что эта маска досталась мне в подарок. Стоит она довольно небюджетно. 250-280 рублей. Но я бы не хотела отдать за такую бесполезную, на мой взгляд, маску. То, что мне очень понравилось, на удивление, это маски от компании Мерине. Особенно понравилась маска Флюид. Омолаживающая, пептидная. Это линейка Станти Грицей. Маска Флюид была по текстуре легкого молочка. Прекрасно кожу увлажнила, напитала. Я ее использовала в первых числах новогодних праздников. Когда нужно было кожу восстанавливать, увлажнять, приводить в баланс. Мне эта маска понравилась. И еще одна коллагеновая. Это уже была обычная гелевая маска. Но тоже хорошо сработала. Ни липкости, ни жирности после себя не оставила. Очень понравилась маска от компании Икель с гранатом. Она была удобная. Ткань мягкая. Хорошо сделанная лекала. Хорошо пропитана. Эта маска подходит для сухой, уставшей кожи, зрелой, увядающей. Повышает упругость, эластичность, осветляет. Хорошая маска и очень-очень тонкая лекала здесь была. Еще одна маска от компании Мэдди Хэлл с ягодами Асай. Обладала хорошим тонизирующим эффектом. Была не липкая. Хорошо увлажняла. Восстанавливала и осветлила кожу. Понравилась. Также у меня была пузырьковая маска от компании Пайо. Бабл маск пилинг. Ее нужно было наносить на влажное лицо на 5 минут. И затем смыть. Она из себя представляла такой малиновый концентрат гелевый. Который нужно было равномерно нанести на лицо. Подержать буквально 5 минут. Затем смыть. Эта маска мне понравилась. Действительно охватила ее полностью на все лицо. Пузырьки были активные, большие. Такой был легкий массаж лица. Дополнительное очищение. Вот эта масочка очень даже неплохо себя зарекомендовала. Также у меня закончились ватные диски каждый день. 120 штук мои последние. Надо потом будет поехать в Ашан еще закупить. И вот такие вот малышки. Моя цена. Я уже даже не помню, где их покупала. Может быть... А, это в Магните, да? Изготовленное для Тандр. Да, это в Магните покупала. На даче пользовалась. Или где-то они у меня были. Уже не помню. Дальше вам покажу кусочек мыла. От компании Факс. Яблоко и авокадо. Туалетное мыло. Изготовитель Эфти Косметик. 75 грамм. Оно было такого зеленого цвета. По качеству среднее. Но вот по внешнему виду меня заинтересовало. Также вам немножечко покажу декоративные косметики. От которой я избавляюсь. Я избавляюсь от помады. От компании Катрис. Это губная помада Shine Lipstick Intense. Здесь было 5 мл. Она была красная, яркая. Очень сочная, манящая помада. Текстура у нее великолепная. Просто одно касание. И губы, посмотрите, какие яркие, сочные. Но срок годности у нее закончился. Поэтому пора от нее избавляться. Вот так помада была великолепной. Я очень люблю красные оттенки. Также я избавляюсь от помады от компании Givenchy. Оттенок 0,7 Fuchsia. Эту помаду я с большим удовольствием добила до конца. Здесь уже практически ничего нет. Но давайте вам покажу. Немножечко осталась. Вот такая вот помада замечательная. Она как пигмент впитывалась в губы. Оставалась с вами надолго. Камера немножечко искажает. В жизни она больше такая фуксия. Немножечко с сереневатым отливом. Под определенные виды макияжа. Я ее очень любила. Мне надолго ее хватило. Я прям была очень ей довольна. И еще одна помада Givenchy. Уже в оттенке 0,5. Она была такая красная. Давайте, наверное, вот сюда поставлю. Уже ничего не помещается. Это была более красная. Более такая вызывающая. Сейчас вам покажу. Вот такая. Смотрите. Они все три. Все три разные. Все три яркие. Я очень люблю яркие помады. Под определенный стиль одежды. Под определенное настроение. Мне нравится. Но, к сожалению, закончились. Поэтому пришло время сказать им прощай. И последнее, что вам покажу. Это лак для ногтей. От компании Stellary. Nail Polish. Здесь 8 мл. Тон был 69. Я его использовала довольно долго. Но вот сейчас он уже у меня расслаивается. Пользоваться им уже неудобно. А так сам по себе лак очень-очень красивый. И это все, что я вам хотела показать в этом месяце. Всем спасибо за внимание. Желаю отличного настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.